На стенах домов можно встретить странные надписи, которые являются рекламой сайтов, через которые продают наркотики. В этой связи в девяти районах города проходит масштабная акция в целях предотвращения рекламы и распространения в городе разных видов наркотиков. В стране растет число людей, потребляющих наркотики. По данным Министерства здравоохранения, в этом году число наркозависимых людей превысило 18 тысяч человек. К сожалению, этот показатель увеличивается с каждым годом. Одна из причин наличия открытой рекламы, способствующей распространению и продаже наркотиков. В этом контексте по инициативе молодежного маслехата области Абай и при поддержке депутатов маслехата области Абай проводится работа по предотвращению рекламы и распространению наркотических средств. Если прибегнуть к статистике, согласно проведенному мониторингу, в обществе употребление наркотиков среди молодежи уменьшается. А статистика, предоставляемая ответственными специалистами, говорит об обратном. Мы не должны ограничивать употребление наркотиков только на уровне родительского контроля. Каждый гражданин Казахстана должен чувствовать свою ответственность. Эти надписи – логины телеграм-канала, где осуществляется торговля с синтетическими наркотиками. Самое страшное, что их можно увидеть в людных местах и даже на заборе собственного дома. Наркодилеры предлагают трудоустройство, заманивают в свои сети новых жертв. И ничего не подозревающий подросток может легко оказаться пособником наркоторговца, попав в орбиту уголовного преследования. Почему важно обращать внимание на такие надписи и нужно закрашивать их? Потому что это прямая ссылка на канал, где можно приобрести синтетические наркотики. То есть можно сказать, что это мост между молодежью и наркотиками. Раньше часто видел эти надписи, но не понимал, для чего они. После того, как разузнал, обратился в Маслихат с предложением о проведении разъяснительных рейдовых работ. Большое спасибо Куанышу Сергазеулу. При его поддержке сейчас проводится данный рейд. Таким образом, в ходе рейда было обнаружено более 30 наркореклам. Проведенная рейдовая работа свидетельствует об увеличении числа пользователей. В результате в области наблюдается рост распространения и рекламы наркотических средств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова